здравствуйте добрый вечер мы с вами сегодня продолжаем и заканчиваем изучение книги равшим шиндов до пинкуса врата молитвы и я благодарна вам за то что вы смотрели эти уроки и за то что вы писали письма спрашивали вопросы благодаря вам я еще раз прочитала эту книгу каждый раз когда ее читаешь каждый раз находишь на что-то новое потому что человек меняется и меняется обстоятельства жизни какие-то новые появляются точки зрения и каждый раз находишь что-то актуальное в этом я надеюсь что вы тоже сможете ее в скором времени прочитать по-русски она должна выйти и через какое-то время в тулдоте или беру титсхак не помню в каком точно издательстве я также думаю что нам с вами стоит выразить благодарность всем людям которые участвовали в этом проекте проработать на тулдоте даже что они остаются за кадром тем не менее их работа очень важна и и невозможно было бы без нее ничего сделать ничего и наша с вами им благодарны за все сегодня у нас последний урок и мы с вами на этом расстаемся пока и этот урок собственно можно было построить как некий итог того что мы изучали до этого потому что еще очень много материала написано в книге осталось за кадром по причине времени по разным другим причин невозможно было конечно охватить все какие-то моменты остались вне урока поэтому так важно чтобы вы когда вас будет возможность прочитали эту книгу самостоятельно и тем не менее последние последнее занятие это не только итог того что мы с вами изучали конечно это тоже будет но и какие-то новые ноты я надеюсь тоже прозвучат то что будет вам интересно что то что оставит нас с вами желанием продолжать молиться и знать что наши молитвы всегда будут услышаны и так пишет раф пинкус мы сюда тот филала датч энд филам йохэда тракта шалош памим бьем та раф пинкус пишет что молитва это не только три раза в день так как верующий вред должен молиться три раза в день и утреннюю молитву дневную молитву и вечернюю молитву но это постоянный разговор со всевышним и так написано про еврейский народ лих йод хаим тебе им и машемит барах на фураж бы пасук мигой к доля шерлой луким крови им так написано стихи какой этот великий народ чем этот народ велик риски народ он не самый большой по численности и он гонимые преследуем и так далее но чем же наши источники чем этот народ велик не своими достижениями науки и техники не в культуре не в музыке не в литературе народ он велик тем что бог близок нему и луким крови и лав это настоящий самый естественный самая правильная форма жизни еврея маши хай коров тами ла шемен барах то еврей живет всегда близко к всевышнему очень часто приводит это приводит это сравнение наши мудрецы что дарование торы рискому народу это было своего рода заключение брака между всевышним и еврейским народом и связь между можем и женой это как связь между еврейским народом и всевышним и кэшэр бэйнах кадош поруху ли клали с рейлимшали кэшэр бэйныш вы еще к маше хайни сын и нам ракша яхута дадит и брак как пишет арфинского затем только взаимные обязательства но это сама по себе правильная форма жизни когда люди живут рядом они делятся с друг другом на болевшим они советуются они постоянно у них есть разговор они не могут если люди не разговаривать с друг другом это уже не брак это просто сожительство это просто соседство это очень грустно если это происходит но люди живут вместе и они доверяют друг другу и они делятся с другим друг другом и это и есть настоящая форма общения между евреем и богом в активе целесых в эрея ду навки ашем это так написано про юсефа до когда адунав когда его хозяин патифар он увидел что всевышний с ним и объясняет раши шем шамам шагур бифив да его имя всевышнего всегда он говорит он говорит бы из рата шим с божьей помощью если так всевышний захочет и так далее он все время упоминает имя всевышнего милахеш в них нас милахеш вется и так место в мидраше он все время молился например заходит заходит куда-то он говорит короткую молитву он выходит опять говорит короткую молитву и даже более того в мэр мазок рот хим ваю рот хим пошрин ваю пушин даже когда он наливал себе что-то да он наливал себе что пили в те времена на скажем нашим если ведь нашим языком кофе или чай он он говорил себе пожалуйста чтобы это небо слишком горячие или что если он хотел чтобы это как раз было горячим он просил и чтобы это не слишком у нас или я хочу горячим или чтобы это было холодным прохлада он даже такой простой вещь который человек где-то автоматом ну кажется но он с этим справиться сам что он не похожа у него мысли такой не возникает даже такую мелочь казалось бы он все этого он был со всевышним все время у него была связь со всевышним упасок и пшуток и ашеми то думаю мама шли ела чулок и мави бы маком хошекла фила так написано и всевышний с ним как можно привести пример как идет мальчик темноте да и он идет с папой все все мы держат его за руку в ла хэм а колец нет бедов и шлемут и поэтому все у юсефа так здорово получалось да по что юсеф мы знаем что это самый первый самый классический случай отсюда пошли все производные в литературе и где бы то ни было кино случай успеха жизни успеха когда человек самый самым и из самого низа общественного строя он поднимается к самой вершине общественного строя и социального уровня он был продан до в египет и он находился там в тюрьме то есть как в любой стране где есть тирания власти где есть диктатор человек мог в тюрьме жить долгие годы никто про него не вспомнил бы ведь у него даже не было родственников этой стране никто бы не позаботился что с ним происходит почему так много в тюрьме может быть помочь ему как-то в этой апелляции и тогда мне такой он знал что нет никого кто может ему помочь он действительно был совершенно одинок в этой стране и тем не менее он не упал духом благодаря чему благодаря тому что он все время молился всевышнему и просил у него постоянные вещи даже в мелочах и об этом говорит мидраж одна из удивительных удивительных эпизодов или выражение силы духа иосефа в том что когда туда попали также и два министра фараона они иосеф спросил у них одного из них почему мама панехара им почему сегодня тебя такой расстроенный вид так тогда тот рассказал ему сон и тогда из этого все послужила цепочка для освобождения иосефа на в тот момент он же просто спросил из из участие простой человеческой чуткости то есть можно отсюда понять что даже попав такую легкую для себя ситуации не видя никаких реальных аж не меня никаких реальных ожиданий что он когда-то выйдет из этой тюрьмы то есть он мог всю жизнь там просидеть никто бы про него и не вспомнил из окружения и из у него немники знакомых как мы говорили родственник никого видите тем не менее он проявлять очень не постижимая можно сказать человеческое участие какому-то постороннему человеку то есть не только он не упал духом он оставался человеком чутким человеком заинтересованным в том чтобы все кто кого он видит чтобы им чтобы у них было все благополучно в хорошем настроении он проявлял заботу и участие это говорит о том что действительно он обладал не непостижимой силой духа и способностью не унывать и может быть это одно из проявлений того что он был все время со всевышним он просил у него даже мелочи пишет раф пинкус дед филайна рак ахат митох клала массима к душим шоусе адам и машин в машех и михаяв на молитве это не только одна из выполнения заповедей или какой-то типа религиозный обряд который человек должен выполнить в течение выполнять на протяжении своей жизни и лаги и этим царата хаим ацмам болом но это собственно и форма жизни в нашем мире ватка маши короба дам латвилака хуха и бэмэд болом и рафинка спишь удивительную вещь насколько человек действительно близок молитвы настолько он действительно живет то есть понимание насколько человек живет это не только насколько он вкушает плодов этого мира это насколько он живет полная настоящая жизнь насколько он близок молитвы насколько его духовная составляющая она действительно питается из высших миров умнит бы нэнди рот мао шемби швили иуде давайте посмотрим кто же всевышний для еврея аминомет урала мой сраиль так это мы говорим вот они благословениях что всевышний учит нас торе то есть он наш учитель наш раб а вину молкину на наш наш царь и наш наш отец у больших ими в книге книг песни песни написано ми и ханха ки ах ли ба тра ша тра ло и мо зе дуди везерий то есть рафинкус приводит цитаты из шире шире из других источников где описывается кто же всевышний по отношению к еврейскому народу и таким образом переучислять всевышний для нас он наш раб у нас учитель наш раввин он оба отец има да так вместо в шире шире он также мама ах брат дот возлюбленный вера друг близкий друг и еще вы коль за уфер леет митсюб шута муркиш это лид этого и все это становится самой обычной самой реальной действительностью с помощью молитвы и это на самом деле сложно представить себе что всевышний такая непостижимая сущность который мы не можем даже представить ни в какой мере он как будто наш самый близкий друг и в иврите очень интересный друг он корень р рэйш и айн то есть можно тоже прочитать как радара это и плохо и друг интересно ведь все все связано нет и витки то есть не витки а святом языке все корни они имеют большой смысл глубокий если одно слова звучат или пишутся одинаково хотя имеет разное значение то не просто так они связаны с друг другом почему же друг он имеет тот же корень слова что и плохой и в книге своей книге разве бы что начать на этот вопрос и говорит что настоящему другу можно рассказать когда тебе плохо на то есть приятели и знакомые чем они отличаются какой-то такой поверхностное общение и он это не близкий друг а близкий друг это котором с которым можно поделиться очень очень чем-то болезненным то что происходит внутри и это называется на самом деле друг и в этом смысле всевышний он друг настоящий друг любого человека и и но для этого мы действительно должны говорить ему правду то есть и молитва может быть иметь такую форму что человек молится каких-то очень духовных вещах или то что написано молитвенники и никаким образом это не чувствует что это на самом деле имеет к нему отношения так написано или так принято или так надо говорить и он говорит или он думать что он оторвался до жизненной сферы и он сейчас в другой сфере в сфере божественной поэтому он говорит божественные слова но они мало связаны с тем что происходит у него внутри для этого нужно действительно говорить говорить правду то есть молиться о вещах которые человеку на самом деле болезненные если это происходит молитве тут человеку легче справиться с этими только конечно есть составляющие то что свыше не помогает и душа она излечивается когда человек рассказывать вышло то что с ним происходит и человеку самому становится легче это очень сильный для любого человека источник здоровья его душевного здоровья и это называется молитвенное молитвенное видите имеет также значение само слово значение связано то есть благодаря молитве человек связывается со всевышним в любой сфере в любой месте своей жизни в зеу шамар давида мэле хванитвила и то что сказал царь давид и я молитва то есть благодаря тому что он так много молился так часто он уже сам стал как будто существом олицетворяющим и выражающий молитву то есть молитва это на но это какая-то такая духовная сущность да это как бы какой-то процесс или это какое-то действие человека да но царь давид настолько был внутри молитвы что он как бы в нем материализовалась само это понятие молитвы ванитвила и так он сказал про себя и и то же раф зильберштейн пишет свои книги что я упомяну это здесь поскольку это связано что в течение дня не в течение дня после того как закончился день человек может рассказать всевышнего как у него прошел день и не только он тем самым проверять свои поступки у него есть возможность попросить прощение если он сделал что-то не так у него есть возможность проверить что с ним происходит какие-то него могут всплыть затаенные мысли или чувствовали какая-то энергия которая не нашла выхода в течение дня и она только накопилось и только нам будет ему потом мешать то есть благодаря молитве происходит очень сильная связь человека со всевышними и он тем самым получает и освобождает и ополучает энергию для своей жизни на лагдама латфи ла улхо ла вода лифны ашем у лавин колехад ли фирку лифными умеет рафинкус теперь говорит о такой вещи что перед тем как мы начинаем говорить о том что такое молитва или перед тем как мы общаемся ко всевышнему мы должны понять перед кем мы находимся то есть сейчас говорили о том как важно с ним разговаривать но на самом деле не знаем кто он что всевышним есть божественность и бесконечность и невозможно у его величия нет никакой границы и никакого наше человеческое понимание не может даже приблизиться к этому и коль иуде хая влаге лавана шина нушу мусаку твиса павана было кто двора двора и каждый еврей должен понимать что у нас сколько бы мы не говорили не читали не писали не учили мы должны понимать что у нас все-таки никогда мы не сможем понять до конца кто он шимидмэл вашим у ашир да что если человек думает по себе ну конечно всевышний него есть все все богатства этого мира он властвует над всем до что он очень или он очень сильно конечно в мире есть разные силы у разные взаимодействия силы и он их объединяет и он их направляет но и шо все кима минбета то есть если все таки да это не до конца это называется что он верит во всевышнего потому что если он определяет всевышнего как только как источник силы или только как источник каких-то ресурсов он все таки не верит всевышний потому что всевышний он намного больше чем это в зехе юваль коли ходу и ходли кнота ванна от веса тассы и это обязанность каждого человека пишет равпинку с каждый по уровню своего постижения или по уровню своего своих интеллектуальных возможностей он должен постигать и стараться понять насколько у него есть умение в разбираться в этих вещах но он должен изучать и понимать кто же такой всевышний он знает что не до конца не поймет но совсем этим не заниматься невозможно человек из обязанности изучать у кумоке каширы нянцхар воныш уме суда да царих шития ванна бы мауцхар воныша боим меня дашим да также как известно что наказание или награда за поступки это неотложное правило и неотложное правило жизни еврея дача ну конечно есть наказание есть награда и так тебе человек живет по жизни напишет равпинку с человек должен разбора разбираться в этом вопросе почему это так как это так что говорят мудрецы и что говорит ора по поводу награды наказать они простые понятия то чем понятие очень многоступенчатый содержит себя большую мудрость то человек должен разбираться в этих вопросах умы фурса моем болом лавицы юраль маута шельницах и ютром шальзы да то есть весь вечный говорит то спросите равпинку говорит мы приступаем чуть-чуть к изучению да что что такое вечность то есть если мы говорим что всевышний больше чем просто источник и ресурсы влияния в этом мире он вечность но мы знаем что такое вечность мы знаем что такая вечность и тем не менее есть у нас перенятый и рассматривать такой пример который чуть-чуть иллюстративной форме помогает понять что такое вечность и мне как лиду махарка доль вага вага вобью термин хаву тербла если мы возьмем для примера большую большую огромную гору сам гора калиманджаро на самые высокие пик и на земле и мы подумаем что это будет не только самый высокий пик но также и ширину и длину это будет необыкновенное что-то огромная гора и она будет состоять из из песчинок из маленьких песчинок и раз тысячу лет будет прилетать птица брать одну песчинку и уносить на если мы представим себе на минуту в какой отрезок время какое понимание времени это превращает то есть представьте себя огромная гора среди из песчинок раз тысячи лет приходит передается пор и берет одну песчинку сколько времени нужно чтобы это гора это гора песчинок сравнялась землей землей на какой немоверное колоссальное количество времени то есть это немножко открывает нам понимание что такое временные границы да то есть наше понимание временных границ она очень маленькая немножко это раздвигает наше понимание но это все таки еще не вечность потому что в конце концов когда-нибудь действительно пройдут многие-многие тысячи лет и это гора будет исчерпана в какой-то мере пишет распинку действительно это помогает нам приблизиться к пониманию что такое вечность хотя бы и не полностью но на самом деле есть тут еще один одна сторона медали которую это 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 этот пример с песчинками он не отражает машальзе макдир мусагне цью тракме пхинат зман у кигон и ману лом дим шаль коль митсвана сэдбэш лимут и кабель схар не цхи да то есть мы понимаем из этого примера что понятие времени оно бесконечно да как если мы говорим что награда за за добрые дела на бесконечно то есть можете описать душа получит награду в отрезке времени которая превышает наши возможности понимания что такое время но пишет ров пинку что бесконечность она не только качество да и только количество времени простите только количество времени бесконечность она и качество и нам тяжело представить что такое что бесконечность как-то влияет на качество потому что мы привыкли рассматривать любой вещь в рамках нашего материального мира до отрезок времени такой-то к может быть больше может быть больше народ пинкус пишет что вечность она превращается в новое качество выкашет мы добрым аль-энсу фью той когда мы говорим о бесконечности всевышнего аре му ван энцов у байкарбе омек убытствует сама да мы говорим о вечности в понимании в понимании силы да в понимании от смавы омек это глубина да это что то то есть мы все-таки вечность оперируем нашими материальными понятиями кегон и мум рим энцу фью тошель хэс например мы говорим бесконечно он человек этот бесконечно добр да му му ван лорак ше энгву лекомут массе хэс это нас символом элэш энцов лейхуд у ле омек да то есть если мы говорим бесконечная доброта это не только невероятное количество количество добрых дел но это также и другое качество то есть каждое качество доброго дела она бесконечно как я помню в книге в кинера вазильбера он приводит чтобы ты остался и время приводит к примеру когда он уезжал из какого-то города и вгостил семьей ему дали с собой авоську с апельсинами да тогда и россия того такое редкость и у него в одной руке была сумка или какой-то чемоданчик с документом другой была авоська с апельсинами и тем он поехал на жидорожную кассу он покупал билеты так далее там была толпа людей мне ты толкались и он за рудом достал себе билет когда он наконец выбрался за этой очереди он обнаружил что у него в руках только этот мешок с апельсинами и приблизительно может быть я какие-то детали упускаю но книги он говорит такую мысль что конечно люди хотели сделать ему добро но это отличает добро всевышнего от добро человека человек он делает добро но иногда это добро но другому человеку выливается каким-то неприятным образом потому он знал что он должен держать эту сумку с апельсинами и тем самым он забыл не обратил внимание на на другой чемоданчик где был документом много более важная вещь для него то есть это помешало ему если мы говорим о доброте всевышнего это доброта она и по количеству и по качеству она абсолютная доброта абсолютно добро и благо для человека и я хотела бы привести вам пример если мы говорим о настоящих добр проступков книги про рафа гениховского который вышел вышла после его смерти книга называется агана сар приводится два примера это очень маленькие эпизоды но насколько удивительно поведение человека который живется всевышним насколько он становится чутким другим людям первая история была связана с тем что он проходил он шел на урок он был глава ишивы он конечно давал урок для молодых людей связан с геморрозом с учением устной тор и он проходил и он слышал услышал что плачет ребенок и он сориентировался оказалось что это плач он из окна на первом этаже и ребенок остался там один то есть окно оно было не на уровне человеческого роста оно было выше человеческого роста такое узкое длинное окно и нужна была лесенка и он нашел эту лесенку где-то неподалеку была лестница брошена он представил ее к стене и поднялся и стал разговаривать эти ребенок остался дома один и он ему было страшно он плакал и полтора часа он стоял на этой лесенке разговаривал с ребенком который остался один потому что ему было страшно и он не хотел его оставлять одного он не мог за тех квартир не мог позвать его родителям не знал где иры мальчик не мог ему сказать может быть был совсем маленький ребенок который не мог описать где находится его родители может быть он сам не знал да то есть и конечно потом вас просили но ведь ты шел на урок тебя ждал там 200 200 человек он сказал что он посчитал что остаться с маленьким ребенком разговаривать с ним чтобы ему было не страшно это важнее и другой пример тоже из его жизни он возвращался вечером из ишивы с одним из своих учеников то есть очень поздно это было после того как уже улицы совершенно были пустые уже не было машины может быть это было среди ночи и хотя не было машины прохожих тоже но в светофор они продолжали автоматически работать показывать зеленый цвет красный они подошли к дороге и как раз загорелся красный свет и араб гениховский он остановился но конечно ученик остался рядом рядом с ним и он прав подождал когда на горит красный свет и зажжется зеленый только после этого он пошел и ученик не понял спросил говорит но ведь это не понятно и никаких машин нет даже если какая-то одна несчастная машина показалось в конце этой дороге мы ее увидели вы за километр потому что совершенно никого не было ни прохожих не было ни машин не было зачем нужно было стоять посреди ночи и ждать когда загорится зеленый свет и на это он сказал удивительную вещь он сказал представь себе что есть маленький ребенок которому не спится и он встал с кровати подошел к окну и вот он увидит что стоит такой уважаемый человек раф и загорелся красный свет и раф проходит по красному свету и маленькой ребенка нет таких понятий что может быть сейчас ночь и никакой нет машин и и мой это безопасно пройти на красный цвет он увидел что раф идет на красный цвет это что у него осталось кто знает может быть следующий день не загорится красный свет и он пойдет я не могу рисковать сказал он я не знаю кто какой из детей может смотреть на меня в этот момент и потому что после ночи ждал когда загорится зеленый свет то удивительная вещь дак то есть когда человек настолько живется всевышним он его понимание добра и понимание ответственности за то что он делает она необыкновенно поднимать необыкновенную высоту может быть это не наш уровень конечно но вы не там еще находимся но немножко из этого можно учить до что хоть это богатство души которые он получил из высших миров получилась всевышнего людей часто есть вопросы а как же так почему всевышний сделал так почему он так но мы должны понимать что наши понятия милосердия справедливости откуда они у нас быть не было бы этих понятий даже мы даже не смогли бы спрашивать эти вопросы зауша номер им бене шмат и лапина малыша рамка ям алушане на урена киамон галав эн анахну моспеким лодот алихат мэль афе лафи пишется в пинкус если бы то что мы говорим в субботнем молитве не шмат если бы наши уста были полны песни и на и как киамон галав да как песня была в такой мощи как волны в море в ушущем море мы все-таки не смогли бы даже одну миллионную высказать благодаря всевышний за то что у нас есть то есть очень часто действительно людей просят просят и и не получая то что они хотят но вспомнила я вопрос который девушка написала на один из уроков насчет насчет радости в еще благодарности да что очень тяжело почувствовать настоящую радость и я не думаю что смогла на самом деле ответить на этот вопрос потому что это очень большой вопрос очень глубокий вопрос и наверное до конца сложно ответить в письме и сложно даже на самом деле оценить всю глубину этого вопроса и знать полностью исчерпывающий ответ но один из возможных грани ответа что мы действительно просим и часто мы не получаем но мы получаем очень много кроме этого но мы настолько зацикли на то что мы просим что мы не видим то что мы получаем как например если рафинклус говорит что жизни со всевышним это как жизнь мужа и жены скажем или жена или муж они не могут сделать данный момент по каким-то причинам личным объективным субъективным то что просит другая сторона другой человек но они могут делать много другого да они могут сделать много другого и не делает много другого и на самом деле правильное поведение это ценить даже то небольшое что мы получаем и это тоже этот же пример связано со всевышним много чего получаем и мы этого не ценим мы не говорим спасибо и или мы подумаем только одну секунду или одну минуту хоть минуту в день это может быть справедливо было бы намного больше времени уделять хотя бы одну минуту в день что мы имеем за что мы не говорим спасибо нам может стало бы стыдно и ху может быть стоит уделять одну минуту в день не говорить всевышнему спасибо и рафинкус упоминает лучшиной на рина и наш если бы наш язык был как рина как песня да есть и он пишет в главе посвященные песни то есть посвященные молитве которая выражается радостью что есть рина везде шира то есть шира это когда человек действительно он выражает благодарность всевышнему словами да ну как бы песни ты то что он рад мне можно петь на самом деле но можно говорить или прицелить молитву или думать о чем-то это будет с радостью а есть кроме этого нигун перед рафинку что это нигун это без слов то есть иногда можно выразить всевышнюю благодарность без слов но только внутренней молитвы или внутренней песней и между мелодия каким-то напевом и это будет молитва это будет прекрасная молитва и отражение этом то есть есть шава и есть мы говорили и жалоба которая выражается то есть человеку когда плохо он выражает свою жалобу словами а есть крик да то что мы говорили один из прошлых наших встреч есть крик это то есть когда человек выражает когда кому плохо он жать свою молитву без слов и обратно этом то есть противоположным это в позитивном смысле если у него все хорошо сложилось и он ему хорошо и нравится хочу выразить благодарность всевышнему то он может выразить это словами или может быть выразить это просто мелодии если человеку хорошо на душе и он напевает это свой напев или он знаете как по-русски говорят мурлыкает песня то есть что такое да он что-то напевает этим самым он направляет этого молитву к всевышнему то это замечательно миссию маккун трасс мир цунели таки в алихаты и садоты кремба вода ташим обе шлемута вода татфила в и униан 4 и удили штаты фаларгиш бицар ашхина кивьяхоль в пинку затрагивает тему которая обычно очень редко упоминается и еще редко реже обсуждается и вот непростая тема но стоит и в этом упомянуть рафинка спешите на своей книге окончание этой книги бы хотел остановиться одной из базисных понятий евреи и раб и служение всевышнему что без этого нет возможно невозможно полностью почувствовать на самом деле молитву это знать и чувствовать что всевышний он печали это очень сложное понятие что почему всевышний печали но подумаем секунду что уставок нет храма да и у божественного присутствия которая обитала в храме нет места и и мир до который всевышний создала людей которые он бесконечно милосердно поддерживает они признают его и это называется что он в печали нам сложно это понять как может быть что он в печали сейчас чуть попозже рафинкус объясняет это вы улей хурака шелавин и дзеша шемки в яхоль мит стерп царанш или сараэль да нам тяжело понять что всевышний он может находиться в печали да и тем не менее написано что всевышний мит стерп царанш или сараэль и у нас то есть вышний он в печали потому что евреи находятся в печали потому что они до сих пор знания потому что у них очень много бед очень много несчастья и он переживает за них шарай бешевеленом стера и ну шиш и нам тяжело это понять потому что для нас тот кто печали то кто грустит это значит у него есть какой-то недостаток но ведь всевышний он совершенен да он полностью совершенен как же такое может быть матомаши ашем на т.н. воссе кирсу новый цару туда если он все делает как он захочет как такое может быть что он что его можно опечалить что ему плохо да как бы что он любите оваль и за цар за егип подумать про себя если стоит титус на титус это тот кто разрушил второй храм и разрушает храм всевышнего и бесчинствует там и посылает проклятие рэш и михоль брыгали над ломи нами цвет свежим может за одну секунду и что ты этот титус он просто исчезнет на он просто испариться в имя носа кейн аль карка хаши языка и в любом это если он на самом деле то этого не делать и тут он продолжает делать ужас какой-то а всевышний это терпит как бы то мы можем сказать или подумать что на самом деле это не очень ему больно если но это же продолжается дымбе меткой власти быть действительно ему это было очень больно и очень тяжело понять как же такой что всевышний он в беде он же все может если бы человек представил на себя что он сам все может и у него нет ни в чем недостатка рекой маше хаса рада вакой маше койблю убив ниши царих и лапит барах все что человеку не достает да это потому что он нуждается во всевышнем пытается вопрос нуждается кто-то чтобы ему помог а валют барах но сам всевышний уже ничего не нуждается ни в ком маха сыр лома маке вон ему ничего он все может и никто не может его остановить в аф-им-эйн-хош-вим-ах-ш-а-вот элегми фураж лев и даже если человек на самом деле не задумывается полностью именно не такие мысли его посещают но в глубине сердца когда он слышит что всевышнему плохо что он в беде и что он в печали это противоречит его пониманию что такое всевышний тяжело это понять как это такое может быть ведь как может быть такое что всевышний он в беде или в печали ему плохо ему больно в нянца рашки на мистер лану хас в шлок мин асафали хуцу двархи цуни вело амити омимели каши ларгиш оба хуже поэтому все все это понятие что всевышнему больно когда мы говорим что всевышнему больно когда еврею больно нам тяжело представить что это на самом деле происходит а поэтому мы не задумываемся мы не сочувствуемся вышли вам на ночу вами тит лизы амбра давидом и настоящий ответ на этот вопрос сказал царь давид микки ашеме лукейном акбил ошибет кто как всевышний который может быть так высоко а маш пили рот больше моим бороться он так высоко на небе и он так может увидеть самый низ там ашпили рот то есть он может видеть до конца до бездны и на небе и на земле айну и моя шем году льва нора рак маша там то если бы всевышний был таким как его представляют себе философ это философские учения и тогда действительно было бы тут очень странно это понять этот момент на самом деле всевышний намного больше чем о нем говорят различные философские учения и именно из-за того что настолько велик именно за того что он бесконечен у него есть возможность сделать все что в его силах и даже это наше непонимание как он может охранять и как он может участвовать в этом мире полном низменности и знать это и чувствовать этот мир во всех его мельчайших деталях выльет муравбе холень она да что всевышний он задействован и он в мельчайших мельчайших процессах которые происходят в нашем мире в зе от смоу цимат гаву то да и это само по себе говорит о его бесконечности то что он маш пили рот он он настолько высок у настолько огромен у настолько бесконечно что он может делать вещи заниматься время части контролировать очень конечные вещи которых есть границы в зале еще но им шех ухма бриши сэбэ сэфра калму ним энцов ушли мудмин блейхи саром безконечности да что такое бесконечности это совершенство без недостатка это маша шэмид бараху блик вуль за михаевши бы кухоли фольгам бэмис герета гуль то есть у него нет никаких границ но он сам создал может создать границы он создает границы и он может действовать в ограниченном пространстве у кмоша эндаваршу году левурой брак поэтому нет лети для него ничего что было бы больше его так и нет для него ничего что было бы слишком маленьким для него слишком ничтожным для него и лагует барах колихой потому что он может все как он может участвовать каких-то гигантских вселенских процессах точно также может участвовать самых мельчайших микроскопических процессах которые происходят в этом неизменном мире именно потому что он бесконечен у меня так а широким в дивре хазали менян царь ашхина когда мы говорим о том что мы говорим о том что всевышний он в печали киви холи ашхина к душам и куле лет бафа до мамы метро койблан почему действительно когда мы говорим о том что всевышний печаль почему нам это действительно не не трогает нас а ванит баду рэгама маш мауч и льхосар каббала давал за бетахлита паштут по нафарет зуба дырак шейла отчува ванишали от смена аиме холи ашем лакахат колька дура арец в рэгахат лизурко ада шамайм всевышний может все почему же нас мы не чувствуем на самом деле что он в печали а им а когда же барху дмит муричина то лавра рейзек моли шоль а им а минуты на боку ход барах ю кали холи бы иметь если мы говорим что всевышний он когда у него нет храма он его божественное присутствие она находится в прахе да как это может быть мы не можем это поверить да но если мы представим себе на минуту это немножко раздвинет наше понимание нашу веру в него то есть мы должны верить даже в вещи которые мы не можем понять и нам тяжело это представить потому что не потому что этого не может быть а потому что наше понимание она очень ограничено у меня на медбергу и сотка дольвы наху цимод лавин и не она твила не секундочку рафинку стоп говорит немножко другой момент я бы хотела закончить то что он начал предыдущий момент маша лидер зимашим из миссу парба мидраша шломом и легче погашным она рафинку с приводит пример с царя царем шлом сачлому как известно он понимал язык животными он встретил маленькую и кстати муравья он поднял ее и положил на свою ладонь и говорил с ней вины коля дам рагиль в уройны мала если обычный человек если он видит муравья он обращает на него внимание у него нет затем муравьем ничего общество ему не интересует этот это маленький этот маленький насекомый только если человек действительно занимается насекомыми и так далее но обычный простой человек его совершенно не интересует муравьи жадам уру маме мэду мало мало вы им те ели алколь по ним и заше ху теле за и рак маши и трех от смоли дро халелева тламе нам и цьют до хоропинку спешит единственное что обычный человек если он захочет что-то сделать с этим муравьем он просто наступит на нее и тут же секунду муравей скончается а сейчас подумай маши коля дам рагиль меру маме на немало да точно так же как каждый человек обычный человек он нескончаемо выше до находится более высокой лестнице развития и чем а если то что он поднял этого муравья он говорит о том что он так примитивен нет это говорит о том что он был настолько мудр что он и он был настолько духовно не знаю как это сказать огромен да он был мудр и его мудрость она проникал в такие уголки создания что тяжело нам это представить и то что он мог рассматривать и говорить и хоть и говоря нашу современный звук контакт с этим муравьем да какая сегодня можно это немножко уменьшить и сказать как люди свои стали бы на сегодня не рассматривают есть язык пчел да и люди которые здесь рисуются не понимают язык пчел и точно так же или может быть не так же но каким-то какой-то грани может быть сходством царь шлама понимал язык муравьев и немало этот муравей был ему интересен был для него занимателен то есть это говорит о его огромном духовном и человеческом величии и чем выше человек тем он более чуток и более гибок по отношению к самым маленьким созданием как в том примере когда мы говорили про гениховского да то есть понятно что его человеческое духовное величие был настолько высоко что он не мог пройти просто рядом с плачевым ребенком оставленным одним дома и какой-то проекции это тоже как царь соломон царь шлама который говорил с маленьким муравьем и и тот был ему интересен был ему занимателен то есть если мы говорим что заниматься мелочами не говорит а и приземленности это говорит наоборот о большом величии если мы раздвинем еще больше рамки этого величия то всевышний который бесконечен он может быть может заниматься мелочами именно потому что он бесконечен он может и не может он и занимается управляет этим мирами самыми маленькими процессами самыми ничтожными даже для человека ничтожными потому что потому что мы ограничены поэтому для нас ничтожные очень многие вещи нам важно только то что непосредственно имеет к нам отношения и чем человек меньше в духовном плане тем сужается интерес который он проявляет к миру и собственно наоборот и когда это безгранична когда мы говорим о всевышний его интерес его участие его четкость то что происходит в этом мире одно тоже проявляется в каждых самых микроскопических мелочах и отсюда тоже к нашей теме к молитве нет ничего слишком маленького для всевышнего иногда человек может подумать ну я как я могу попросить о такой мелочи нет мелочи для всевышнего мысли мы говорили про иосефа он говорил просил когда он наливал воду он просил чтобы она была слишком горячей или наоборот чтобы она была до горячей если он хотел какой-то мой момент может мелькнуть мысль ну как это не очень красиво спросить такие ничтожные вещи зачем говорить о таких вещах как нибудь справишься сам почему мы так говорим потому что если бы нас кто-то просил об этом мы бы не вытерпели на второй минуте это говорит о том что и всевышний мы воспринимаем как кого-то кто чье терпение и чье участие она ограничена поскольку мы проектируем на него то что сами чувствуем сами видим если мы говорим о молитве мы все-таки должны попытаться немножко раздвинуть рамки свои ограниченности понять что ничего не для него слишком маленького и слишком ничтожного он болеет за нас и он переживает за нас даже когда мы сами за себя не очень слишком переживаем и заканчивая урок давайте мы немножко вспомним о тех форумах молитвы которых упоминает трав пенкусы одним предложением скажем потому что жизнь продолжается и мы сталкиваемся сложностями с трудностями нам нужно знать какое какое богатство дал нам всевышний чтобы мы не только могли выжить в этом мире чтобы мы могли жить чтобы мы могли расти чтобы мы могли быть все время связанных с ним рэгэш эльбитсуру то когда человек он находится в в беде бакашами тохаргаша царава ванна выгират камаша царая метит в нога тихая войне цхин да что каждое и происшествие в жизни человека до когда у него какие-то неприятности молиться об этом не только просто молиться что все еще помог но понимать что это очень важно для нашей жизни даже какая-то казалось бы мелочь но не знаю там подгорел обед да или просьб чтобы он не поднял чтобы он оказался вовремя сварен и когда придет вся семья домой чтобы он был уже к тому времени готов ну кажется мелочь на то есть во вселенском масштабе но если мы немножко углубим понимание это не просто мелочи это придут наши близкие люди и они очень голодные и они они должны пообедать чтобы у них были силы продолжить этот день чтобы у них была возможность справиться с и физически и душевно и нравственность тем что их ожидает продолжение дня что обед это не просто зарядка физическая до энергии это также какое-то понимание что кто-то тот был и заботился и мама здесь была и маме важно чтобы ребенок был по корме и так далее да и понимание что это очень важно для любого человека чтобы у него был обед что он он голодный понимаете мы немножко развиваем когда мы просим всевышнего каждый своими словами каждый своим пониманием тоже то что я еще сказала она не подходит вам но есть что-то другое для вас то есть развить это и понять насколько то что вы сейчас спросите она не просто вот локально важно она действительно имеет большое место и в жизни вашей и в жизни вашей семьи да там молитва на приобретает намного большую мощность когда человек очень плохо и он начинает кричать кричать словами на настолько мы плохо в истерике до дошельца к крик это когда человек молится без слов настолько мы плохо что он не может выразить словами сформулировать он говорит без слов рэгэшель на кабарка шатсар да когда человек на кайта это вздох или это стон то есть он даже не крик и просто просто какой-то набор не животного стон когда так человеку плохо рэгэшель рина да я желаю вам чтобы вас почаще были минуты и время рина то есть эта песня это благодарны всевышнему за то что он для нас сделал и также просто за то что мы не одни в этом мире мы не какие-то букашки заброшены в бесконечный ком космос который слепое сочетание молекул и так далее есть всевышний который заботится который переживает за нас это рина на гашель бигия орга шаток шанучей но за вам все киева холь отширохам да то есть человек ему он упрямый он не отступает от всевышнего если он просит о чем-то и это просьба действительно она важна в каком плане что если мы просим о чем-то мы не знаем иногда это что-то может обернуться не очень хорошо для нас но если мы знаем что это есть сильное духовное основание мы можем об этом просить и упрямиться и повторять разом 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 за разом и любом случае всегда можно сказать чтобы всевышний сделал то что он считает нужным для нас даже если мы просим и это нам во вред пожалуйста сделать то чтобы это было нам во благо еще один момент который писать пишет пинкус не помню упоминали мы это или нет также такая просьба всевышнему чтобы наши грехи они не препятствовали того чтобы он ответил на наши молитвы да то есть понимание того что если всевышний не спасет у нас нет такого выхода и мы просто погибнем да умолять и понимать чтобы иметь эйна но шум твияли бурой бы вакаша бахинам да то есть мы просим его чтобы он делал нам подарок потому что на самом деле мы ничего не можем дать ему взамен очень бывает такое что человек говорит пожалуйста ответь не заслуга того что сделал то-то и то-то и не стоит так просить потому что во первых он лишается этой заслуги может быть его заслуга она была намного больше чем это это его просьба а во вторых потому что на самом деле мы не можем предоставить всевышнему какой-то комплект того что мы сделали как будто ради него мы можем просить его только о милосердии потому что что мы на самом деле сделали это это не что по сравнению с его благом с его милосердием для нас да то есть понимать что это молитва основана том что мы понимаем что это у нас есть право у нас молиться перед ним несмотря на то что он бесконечен и никогда мы не поймем до конца кто он тем не менее у нас есть право необыкновенное волшебное чудесное право стоять перед ними разговаривать с ним на ты они на вы и не в третьем лице и не каким-то образом мы просто можем с ним разговаривать и это необыкновенно я желаю вам чтобы ваши молитвы звучали чтобы вы получали ответ на ваши молитвы чтобы ваша вся связь с всевышним она развивалась чтобы вашей жизни было много добра много счастья и много любви до свидания